Всем привет! В этом ролике я расскажу о фонах с частотой обновления экрана 144 Гц. Это одна из самых популярных вариаций, которую чаще всего можно встретить на просторах маркетплейсов. Выбор достаточно большой, поэтому я постарался отобрать только лучшие модели в различном ценовом сегменте и с разной диагональю. Уверен, что будет интересно. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чай и наслаждайтесь просмотром. Ссылки на все мониторы и промокод будут в описании. Погнали! Сперва расскажу о моделях попроще и подешевле. Открывает подборку 24-дюймовый монитор от AOC с разрешением Full HD и откликом в одну миллисекунду. Здесь используется VA-матрица с традиционным плоским экраном. Модель выполнена в практически безрамочном формате. В отставка получила округлую форму, из-за которой она слегка выпирает вперед и съедает немного пространства рабочего стола. Но я бы не сказал, что это сильно мешает в работе. Монитор выдает очень симпатичную картинку, несмотря на свою бюджетность. Естественный черный цвет – заслуга VA-панели. Есть небольшие проблемы с углами обзора и эффектом гостинга. С первой все понятно, это особенность таких матриц, а вот вторую можно решить через стандартные настройки устройства, включив низкий или средний показатель разгона. Из игровых особенностей отмечу поддержку FreeSync и специальные функции, вроде Shadow Control и Game Color, которые меняют цветовую палитру. Среди регулировок доступно лишь изменение наклона, зато есть встроенные колонки по 2 Вт каждая. Пора переходить к следующей модели, ну а вы пока что можете подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы в числе первых получать уведомления и узнавать о выходе новых роликов. Подборку продолжает еще один 24-дюймовый монитор, только теперь это представитель бренда Asus из игровой линейки TUF Gaming. Данная модель уступает предыдущей по показателю яркости и контрастности, что вытекает из использования IPS-матрицы. Противовес этому нет никаких проблем с гостингом и углами обзора. Разрешение тоже Full HD, как и отклик в 1 мс. Поддерживаются технологии FreeSync и Adaptive Sync для видеокарты AMD и NVIDIA соответственно. На задней стороне доступны видеоразъемы VGA, HDMI, DisplayPort, а также линейный аудиовход, каждый в единичном экземпляре. Монитор напичкан различными функциями и фирменными технологиями, улучшающими игровой опыт. К примеру, и LMB Extreme Low Motion Blur минимизирует размытие в динамичных сценах, а Shadow Boost осветляет темные участки в игровых локациях. Еще можно активировать экранный прицел, таймер или счетчик FPS. Доступно несколько предустановленных режимов изображения, предназначенных под различные игровые жанры, просмотр кино или работу с фотографиями. По дизайну он похож на модель от AOC, вот только подставка теперь не круглая, а прямоугольная. Возможности регулировки здесь гораздо интереснее. Монитор можно крутить буквально во все стороны и по всем плоскостям. Поддерживается даже портретный режим работы. Что скажете об этой модели от Asus? Жду ваше мнение в комментариях под видео. Теперь рассмотрим мониторы побольше. На очереди модель S2721HGF от Dell. Это уже 27-дюймовый девайс с все тем же Full HD разрешением экрана, но с VA-матрицей. Конструкция экрана изогнутая, радиус кривизны 1500R. Яркость составляет 350 нит, а контрастность 3000 к 1. Дизайн соответствует всем современным стандартам, разве что подставка занимает многовато места. Особенно если собирать конструкцию из двух мониторов. В таком случае лучше воспользоваться кронштейном. Поддержка G-Sync и FreeSync на месте. На задней стороне имеется два HDMI, один дисплейпорт и вход для наушников. Встроенных динамиков нет. В комплекте идет только HDMI кабель, шнур для дисплейпорт придется докупать отдельно, если есть необходимость в нем. С цветопередачей полный порядок. Яркие и насыщенные оттенки. Полноценный черный цвет. Хорошие углы обзора за счет изогнутого формата. Но вот засветов избежать не получилось, это типичная проблема VA-матриц. Регулировка по высоте здесь тоже имеется, как и регулировка наклона, что не может не радовать. По игровым фичам все стандартно. Есть предустановленные режимы и несколько специализированных функций, вроде тех, о которых я рассказывал ранее. Кстати, хочу напомнить про мой телеграм-канал. Там регулярно публикуются новые обзоры и топы компьютерного железа. Ссылка есть в описании, переходите, обязательно присоединяйтесь к числу подписчиков, чтобы ничего не пропустить. Двигаемся в околопремиальный сегмент. 27-дюймовый 2К-монитор от LG – следующий герой моего топа. Это модель в стандартном исполнении с плоским экраном и IPS-матрицей. Яркость при этом составляет 350 нит, что можно назвать хорошим показателем для такой панели. Благодаря быстрому отклику матрицы в 1 мс отсутствует шлейф-эффект. С дизайном тоже полный порядок. Монитор похож на предыдущие модели, которые я ранее разбирал. Вот только подставка здесь треугольной формы, что положительно сказывается на экономии пространства. А вот с регулировкой уже не все так хорошо, можно менять только угол наклона. Поэтому многие пользователи крепят устройство на стену. IPS-матрица в этой панели достойна внимания даже среди тех, кто работает с графикой. Цветовой охват sRGB пространства составил 99%. Поддерживается HDR10 и технология NVIDIA G-Sync Compatible вместе с AMD FreeSync Premium. Но и игровые функции также не обошли стороной данный монитор. Речь идет о всем привычной технологии осветления темных локаций и различных экранных помощниках, вроде прицела по центру. Если вас заинтересовала эта модель или любые другие из подборки, то обязательно заглядывайте в описание, там есть ссылки на все мониторы. Самый большой среди всех героев подборки и один из самых популярных мониторов на рынке Xiaomi Mi Curved Gaming. Это модель с 34-дюймовым изогнутым экраном и VA-матрицей. Ее обожают пользователи по всему миру, что подтверждается множеством положительных отзывов и рекордными продажами. Начну с очевидных достоинств. Высокое разрешение в 3440х1440 пикселей, при соотношении сторон 21 к 9, полноценный черный цвет, 121% цветового охвата sRGB, а также стильный дизайн с эргономичной конструкцией, предусматривающий широкие возможности регулировки. Монитор можно вертеть буквально в любые стороны, кроме поворота в портретный режим. Но это в принципе неактуально для изогнутых экранов. Данную модель можно назвать универсальной, она подойдет и для рабочих задач и даже для графических дизайнеров. Удобные функции разделения экрана и картинка в картинке здесь присутствуют. Ну а об удобстве использования этого монитора в играх и при просмотре мультимедийного контента даже говорить не приходится. Напоследок я расскажу о парочке 4К-мониторов. Первый из таких 28-дюймовый Acer Nitro. Это можно сказать премиум-сегмент. За что же здесь приходится платить, кроме 4К-разрешения? Во-первых, в мониторе установлена качественная IPS-матрица с откликом в 1 мс, поддержкой HDR400 и охватом Adobe RGB 99%, что позволяет выдавать ему потрясающую картинку. Во-вторых, на задней панели имеются функциональные USB Type-C с альтернативными режимами работы и USB-хаб. Ну и в-третьих, модель получила всевозможные виды регулировок вкупе с отличным дизайном, хотя это априори должно быть в дорогих мониторах. Есть тут и типичные игровые функции, на которых уже нет смысла останавливаться, а как таковых минусов я не нашел, кроме, собственно, высокой стоимости. Ну и завершает подборку 4К-монитор из линейки Oros от Gigabyte. Это самая дорогая модель в топе. И чем же она отличается от предыдущего устройства от Acer? Самое главное – 31,5-дюймовая диагональ экрана. Яркость выросла до 350 нит. Разъемов на задней панели стало больше, цветовой охват по киношному стандарту DCI-P3 составил 93%. Тут есть даже подсветка на тыльной стороне, которую можно синхронизировать по технологии RGB Fusion 2.0. Имеется KVM-модуль, для управления несколькими устройствами с одного комплекта периферии. Цветопередачу можно настроить по шести составляющим – красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный и желтый. На задней панели большой набор различных интерфейсов, включая USB Type-C и USB Hub. С регулировками тоже полный порядок. Настроить монитор под свои нужды не составит труда. Портретный режим также присутствует, а вот ругать устройство практически не за что. Это действительно бескомпромиссный монитор, пусть и за очень высокую стоимость. Что же, пора прощаться! Ссылки на все модели и промокод на скидку будут в описании. Буду признателен, если вы оцените ролик лайком и подпиской на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видосов. Напишите в комментах, какой монитор вам понравился больше всего. А мне пора бежать. Всем пока!